Приветствую всех в Саммари-клубе портала обучения и саморазвития. И сегодня Саммари по действительно полезной книге «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» Джона Грея, которую он писал целых 7 лет. Но главное, что старался он не зря, и общий тираж книги в итоге уже превысил 10 миллионов экземпляров, а эта фундаментальная работа по отношениям вошла в топ-10 самых влиятельных книг современности. Невероятную популярность этой книги можно объяснить только ее реальной пользой, а также вдобавок нестандартностью авторского подхода к интерпретации старой как мир теме взаимоотношения полов. Из прочтения самой книги и даже просмотра нашего Саммари вы поймете, как же на самом деле найти общий язык с противоположным полом, понять жену или мужа и даже, возможно, избежать развода. Так что это не совсем книга, это скорее почти научная работа в художественном стиле, которая имеет психологию, психологический и терапевтический эффект, а главное дает понять, что в своих проблемах человек чаще всего не одинок. На самом деле тысячи пар испытывают те же сложности в отношениях, что и у вас, а с этой книгой они еще и достаточно легко их преодолевают, поэтому не стоит рубить с плеча, а лучше успокоиться и разобраться, как вернуть взаимопонимание в семье или между когда-то любящими друг друга людьми. Вообще у Джона Грея целая серия книг, но сегодня мы рассмотрим самую популярную и важную из них, поэтому присаживайтесь поудобнее и вам достанутся все лучшие советы из книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» в максимально сжатом и содержательном формате. А еще лучше берите блокнотик и записывайте, ведь по официальной статистике, которая действительно проводилась, советы автора помогли более чем 90% читателей наладить отношения с противоположным полом. Итак, эта учебная энциклопедия семейных отношений по заявлению автора поможет освоить методику разрешения конфликтов, начать иначе смотреть на построение близких отношений, завоевать любовь, которую вы заслуживаете, и дарить ее близкому человеку. Краткое содержание книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры». Итак, книга начинается с повествования о том, что в современном мире человечество давно перестало делиться на охотников за мамонтами и хранительниц очага, как это было ранее в каменном веке. Теперь и мужчины и женщины стремятся не только выжить, но и получить любовь, признание, независимость и, самое главное, быть собой, принимая и объединяя в себе и мужское и женское начало в разных пропорциях. В наше более безопасное и прогрессивное время мужчины уже так не стесняются проявлять сострадание, нежность и другие, условно более женские качества, а женщины больше не зависят от мужей и могут обеспечивать себя финансово. В связи с этим увеличилось и количество разводов. Теперь мало кому интересно всеми силами пытаться сохранить разваливающийся брак, ведь это куда более сложный и трудоемкий путь, чем просто подать на развод. Современным парам нужно не только влюбиться, но и, что куда сложнее, сохранить в будущем эту любовь. Ну а сохранение страсти и ощущения родственных душ возможны только при здоровых гормональных пропорциях. Например, если парень много жалуется, то его девушка постепенно приобретает и вырабатывает больше мужских гормонов, а женщина, слишком демонстрирующая мужские качества, наоборот, вызывает сильное проявление женского начала со стороны избранника. Вследствие этого происходит нарушение гормонального фона и, опять же, как следствие либидо обоих партнеров, снижается и их страсть проходит. Но если научиться сохранять в себе нужные гормональные пропорции в паре, то счастливы будут оба партнера. У женщин и мужчин разные гормоны и разные способы борьбы со стрессом. Частая проблема отношений в том, что люди утешают других, исходя из того, какое утешение хотели бы получить они сами. Но тут-то как раз и проявляются различия потребностей женщин и мужчин. Предположим, что женщина перед решением проблемы хочет сначала выговориться, чтобы ее просто выслушали, не перебивая. Мужчина же в этот момент думает, что этой женщине нужен совет и сразу же начинает пытаться решить проблему. Но это, конечно, не помогает, ведь женщина, выговариваясь, проявляет свою естественную слабость и жаждет всего лишь, чтобы ее выслушали, погладили и обняли. Когда же у мужчины трудности, он чаще всего хочет побыть один и все обдумать, чтобы его никто не трогал некоторое время. А женщина, не понимая этого, начинает лезть с вопросами и непрошенными советами, из-за чего мужчина начинает раздражаться или теряет свое мужское начало и вовсе перестает думать над решением своей проблемы. При стрессе в теле человека вырабатывается гидрокортизон. Его обезвредить помогают половые гормоны. У мужчин это тестостерон, а у женщин окситоцин. Для выработки тестостерона, так сказать, более мужественного гормона нужен спорт, соревнования, обучение новым навыкам, работа над проектами, тишина, сексуальные отношения и заработок денег. Для выработки окситоцина, соответственно, более нужного женщинам гормона, нужно больше говорить о чувствах, делиться переживаниями, обниматься, побаловать себя походом на массаж, в парикмахерскую или в магазин за новыми нарядами. Уделять время лично себе, ходить на свидания, получать цветы, дарить и принимать подарки, гулять и посещать общественные места, общаться с друзьями и заботиться о любимых. Итак, все понятно, скажете вы. Такова медицинская биохимия человеческого тела. Но что же теперь делать на практике? И как с помощью этого знания можно наладить отношения? Об этом и идут следующие части книги. Нравится видео, идея канала и количество полезной информации в секунду? Ставь лайк, подписку и колокольчик. И поехали дальше! Вместо упреков – краткие просьбы. Один из главных советов – это меньше критиковать друг друга и больше любить. Ведь, например, если мужчина высказывает недовольство женщине, она чаще всего воспринимает это как избалованность и придирчивость, от чего агрессивно реагирует. Если же мужчине предъявить претензию, то он будет чувствовать, что его пилят. Мораль в том, что вполне можно обойтись практически вообще без претензий, ведь их не любит никто. И если нужно поговорить со своей половинкой, это всегда можно сделать мягко и в виде просьбы или пожелания, но без намеков на агрессию и занудство. Просто общаться по душам, в доверительном и любящем тоне. Рассказывать, что тебе нравится, доводя это до сведения партнера, но при этом не требуя ответа. Для многих из нас одна мысль, что мы больше никогда не услышим упрека – это просто рай. Хотя кому-то такие отношения вообще непонятны и многие даже не верят, что такое бывает. Но, как мудро сказал по этому поводу Джон Грей, если во взаимоотношениях нет места упрекам, в них процветает любовь. Соответственно, если ваша семейная жизнь переполнена взаимными упреками и обвинениями, то даже если они справедливы, все равно она будет больше похожа на настоящий ад. И тогда не стоит удивляться и бегать по психологам с вопросами, в чем же причина. Теперь вы точно ее знаете. А главное, как это исправить. Исцеляющая беседа Ну и, наверное, самое главное оружие по борьбе с семейными разногласиями, которое дает Джон Грей, это беседа. Да, общаться любящим друг друга нужно почаще, причем не обязательно во время диалога всегда решать какие-то важные проблемы. Иногда разговор просто помогает мужчине почувствовать себя настоящим рыцарем, а девушке быть слабой принцессой, который чувствует защиту от своего мужчины. Как раз при таком раскладе у мужчины будет вырабатываться тестостерон, а у женщин окситоцин. Техника столь удачной и, можно сказать, практически исцеляющей женскую душу и отношения беседы проста. Мужчина молча слушает переживания своей любимой, он не пытается дать совет, не обесценивает ее чувства, говоря, что она волнуется по пустякам. Дело в том, что женщине иногда нужно всего лишь, чтобы ее выслушали и заключили в теплые объятия после разговора. Если у мужчины стресс, его разговоры скорее сделают только хуже. Поэтому сильному полу для избавления от тревог чаще поможет какое-нибудь активное дело, например, спорт. Но уж точно не вымещение своей лишней экспрессивной энергии на свою любимую, хрупкую девушку с тонкой душевной организацией. Ну а наш главный вывод из книги «Мужчины с Марса, женщины с Венеры» в том, что каждому в современном мире для самореализации необходимо одно и то же – поддержка и любовь. Но необходимо помнить, что для мужчин и женщин это достигается совершенно разными, а иногда и полностью противоположными путями. Зато настоящая любовь между мужчиной и женщиной поэтому так прекрасна как раз за счет их различий и взаимного дополнения друг друга. Поэтому принимайте в себе свое истинное начало и помните, что если вы не из ЛГБТ-сообщества, то ваш партнер на самом деле с другой планеты, где есть свои рецепты достижения счастья, которых нужно придерживаться или как минимум учитывать. И не нужно пытаться найти сходство между марсианами и венерианками и слишком долго теоретизировать. Нужно просто принять во внимание и наслаждаться их различиями, а также результатами счастливых семейных отношений, если вам все же удастся применить хотя бы половину полезных советов из этой книги, чего мы вам как портал обучения и саморазвития и желаем. А если у вас появились какие-то дополнения, возражения или вопросы по поводу этой книги, пишите, с удовольствием обсудим их в комментариях. Ну и конечно совсем скоро ждите подборки советов, разборы и короткие версии и других интересных видео, книг, новостей и лекций, а также советы множества других выдающихся личностей прошлого и современности на нашем канале и сайте. Кроме того, если вы хотите получать еще более короткие и минутные выводы из наших обзоров, то смотрите отдельно в нашем телеграм, инстаграм и тикток каналах, а также для более детального ознакомления в печатной версии на сайте. Даже тысячи часов и долларов на образовании вместе с нами и нашими экспертами. Также не стесняйся, пиши свое мнение и вопросы по теме, давай обсудим их со зрителями и профессионалами, ведь мы читаем все комментарии. Поддерживай нас и развивайся вместе с нами. Ну и конечно заходи на наш официальный сайт, портал обучения и саморазвития, где можно найти многие материалы и в печатном виде. Ну а сейчас отправляйся заниматься полезными делами в реальной жизни или переходи к просмотру других видео канала и по ссылкам в описании. Всем добра!